Сразу хочу сказать, в этом видео я не пытаюсь кого-то разоблачить или вывести на чистую воду. Я просто хочу так же, как когда-то я посмотрел видео, и оно оказалось мне полезным, и я не совершал этих ошибок, которые могут, ну, немножко испортить впечатление от отпуска, которое ждал, в принципе, целый год. Поэтому, посмотрев это видео, вы для себя сделаете какие-то выводы, и, возможно, не будете попадаться, как говорится, осведомлен, значит вооружен. Поэтому используйте эту информацию, досмотрите видео до конца, если будет интересно, поставьте большой палец вверх, подписывайтесь на канал. Ну что, начнем просмотр. Если вы любите путешествовать на своем личном автомобиле, или собираетесь поехать на море на машине, это видео может оказаться для вас полезным, так как здесь я буду рассказывать о основных уловках, ловушках, назовем их так, которые могут встретиться по пути вашего следования, и не лишним будет знать об этом. Когда я собирался ехать на машине, я, конечно, проложил себе маршрут, знал, что у нас будет одна ночевка, это в Ростовской области, и наткнулся на одно видео на YouTube, спасибо автору, он показал, где именно могут поджидать так называемые ловушки. Первое. Я краткую схему нарисовал нашего кругового движения. Те, кто впервые подъезжают, обычно занимают крайнюю правую полосу, чтобы никому не мешать, и в то же время была возможность как-то больше времени для принятия решения, и более безопасно делать заезд на это круговое движение с крайней правой полосы. И, убедившись в безопасности маневра, так как движение достаточно активное, начинают поворот, совершают маневр, и тут понимают, что здесь еще дополнительный съезд, который ведется совсем на другую дорогу, и совершают логичные, как бы, действия в ограниченный промежуток времени, быстро перестраиваются. Тем самым, очень часто, потому что здесь прерывистая линия очень короткая, а сплошная начинается слишком рано, уже момент упущен, начинает перестроение, задевает вот эту сплошную линию, пересекает ее и едет дальше. А здесь его уже поджидает сотрудник ДПС. Но он не сможет его остановить, так как он проезжает и едет на платную дорогу. Здесь такой вот объезд, и мы спускаемся на платную дорогу. Но здесь уже другой сотрудник ДПС, и первый, красненький фломастер, передал уже по рации всю необходимую информацию, и эту машинку останавливают и вменяют право нарушения. Чтобы этого не допустить, и, в принципе, вот этот автор, которого я видел тоже на YouTube видео, он советовал, как только вы подъезжаете вот к Ростовской области, либо вообще любой другой области, где вот как раз знак стоит, и что впереди круговое движение, постарайтесь сразу занять крайнюю левую полосу. У вас будет намного больше расстояния, обзора и возможности перестроиться туда, куда вам нужно, и уже проехать, ничего не нарушая, и, соответственно, вам никто ничего винить уже не сможет. И поехали на море. Вторая ловушка касается нарушения скоростного режима. Это когда вы уже разогнались, и какой-то промежуток времени едете со скоростью 110-120 км, а впереди вас ждет знак 60, 70 или 50. Опять же, проезжая, где Ростовская область, там прямая хорошая дорога, по-моему, 3 или 4 полосы. Все едут, ну, она как бы окружная и объездная, все едут там либо 110, либо 90, я уже не помню. Но даже если 90 разрешенные, то сотню все там как бы разгоняют. Ну, ехав-ехав, посередине тебя ждет знак, всего один, по-моему, там 60 или 50 км, то есть тебе со 100 км нужно тут же сбросить скорость ровно в половину, а впереди тут же идет камера, то есть вот там едем-едем-едем 90-100, и впереди виден знак или 70 или 50, точно не помню, но он очень странно там стоит, потому что никакого перехода, ничего нет. Ну, ладно, знак есть, как только мы его проезжаем, сразу нас фотографирует камера. И главное, если камера, допустим, в первый год была вот здесь, да, прицеплена, то теперь эта камера может быть в виде обычной треноги, так что она все равно вас запечатлит. Неплохое решение установить сюда помощника, вот я установил программу «Стрелка». Она подсказывает, с какой скоростью движения следует двигаться на данном участке пути и подсказывает, где ожидать камер видеонаблюдения, видеофиксации, вот это вот, потому что база данных у них обновляется достаточно часто, и всего вот за три года мне пришел один штраф. Так что устанавливайте, проверено, советую. Что касается третьей ловушки, она самая интересная, о ней мы поговорим в этом видео более подробно, это как раз нарушение правил обгона, потому что по пути следования, особенно после Ростовской области, где город Тимошеск начинается, и прямо до самого моря будет дорога, проходящая через поля. Ну, как правило, там дорога только в одну полосу, и, соответственно, она такая вот вертлявая, и днем там, как правило, очень много транспорта грузового, который едет, ну, с небольшой скоростью. И перед вами выбор, либо тащиться за ними, и, соответственно, нюхать все вот эти вот дымовые испарения, либо попытаться как-то обогнать. Но промежуток, на котором разрешен вот этот как раз обгон, он очень быстро заканчивается, и грамотно рассчитать вот этот момент, чтобы выехать, пропустить встречные, и совершить маневр обгона, и вернуться на свою полосу до того, как начнется знак запрещающий обгон, крайне сложно, нужно прямо вот уловить вот этот момент. И, конечно, в эту ловушку попал и ваш покорный слуга. О том, как это было, мы и посмотрим в этом видео. Добрый день. Добрый день. СТП из документа вашей водительской, сферизострации, сферизострации, сферизострации. Пожалуйста. Держите. Ну, у тебя же страховочку раскручешь, чтобы я сверху. А, конечно. Понятно. Страховку доставать не надо, потому что порвете паркмонет, зачем? Понятно, понятно. Просто каждый моё доставать. Потому что первый раз нас это останавливает за три года. За три года, да? Да, да, хотелось бы это самое. Так, чтобы да. Потому что мы много раз смотрели видеобзоры, что там это... Вменить того, чего нет. Вменить того, чего нет, да. Ладно, тогда меняем. Там стоят временные знаки, когда у вас обгон запрещен, вы не выполняете их снять требования. Какой знак? Там знак стоит полтора километра назад. Да, но потом, получается, стоит другой знак, и он как его отменяет? Разве нет? Отменяет вот знак. Вот, 50 метров отсюда. Вот он стоит. 331 называется. Отмена всех ограничений. А разум 50 метров? Ну, на глаз 50. Может, 70. Вы хотите сказать, что я вернулся раньше? Можете пошагово. Нет, я вам говорю, что знак обгон стоит полтора километра отсюда, вообще. Знаков отменяющих их не было. Просто я это собираю. Противоречит белое. Она могла вас немножко сбить с толку. Вот. Тогда, в этом случае, вы должны руководствоваться дорожными знаками. Сейчас, извиняюсь. Надо все знаки вспоминать. Какие были до этого? Ну, они временные, а они, видишь, прям тут, как тут. Не знаю. А сколько это? А? Почему это? Что? Не, ну, типа того, что, да, нарушение правил обгона. И... И... А? Не знаю. Не знаю. В зоне действия дорожного знака 3,20. Обгон запрещен. Вот. Мне кажется, уже он не должен действовать. Типа он не действовал и была бы не останавливаться. А где он тогда прекращает свое действие? Да. С этой стороны, с другой стороны белый знак. 3,31. Отмена всех ограничений. А разве я вернулся не после него? А как вы можете после него вернуть, если тут сплошная линия размещена? Как вы? Она сплошная, да? Нет. Да. Ее я не пересекал. Там вы на... Здесь 12-й километр. На 10-м километре вы допустили обгон. Вот оно как. Смотрите. Вы... Я так понял, посылка останавливается. Ну да. Вы не злошно нарушите? Да нет. Вот. Сейчас проверим вас по базам учета. Если у вас в течение календарного года штрафов не было и данной статьи не было, там предусмотрен штраф. Там не сразу лишение от 4 до 6 месяцев. Там предусмотрен штраф 5000 рублей. Вот. Если вы не злошно нарушитель, отправим к вам по месту жильца. Вам вынесут штраф. И опять же, при тех обстоятельствах, если вы свою вину осознаете. Вот. Вы от этого штрафа в течение 20 дней потом 50% оплатите. Две с половиной. Но в течение календарного года вам больше хвататься будет нельзя. Но я думаю, вы не попадетесь. Я вижу, что вы хороший водитель. А здесь уже закончена работа, да? Или, знаете, просто остались от старого, там же просто ремонт дороги закончен. Закончена работа, я бы не говорил, что там просто, да, это асфальт. Там уже не закончена работа. Там дорога должна быть сдана за эксплуатацию. А. Вот так вот, да? То есть пока она не сдана в эксплуатацию, она как бы считается еще не выполнена? Смотрите, там же ряд работ. Там же по ремонту дороги заключается не только поднятие в свадьбе, а свадьбе убрать. Оно заключается в том, чтобы обочину, отсыпать, грубо говоря, нарисовать разметку, нанести асфальтобетонное покрытие. Они же там берут пробы, там, ну, отзываются. Конечно, дорожники, если у нас, не знаю, обочина отсыпается. Вот еще тоже, да, один из них у нас. Какая-то, какая-то ж какие-то есть проверяющие, которые приезжают, проверяют это дорожное покрытие, соответственно, это на госсусе, соответственно. После этого уже подписываются и здесь будут все правы. Поэтому, знаете, проект есть. Знаков тут просто тьма. Просто тьма. На обратном пути, если я как-то... Нет, не правда. Я ездил недавно. Далеко с того края, далеко с того края. Я не ездил причем. Ну, как далеко. Ну, мы проехали 1200 километров. Ну, вообще очень много. Ну, ремонтных работ идутся и многие работы уже как-бы... Я говорю, за наш проект. Я был уверен, что не вошел. Лава за разметку дорожного генка. Вот, отсюда читайте. Если нельзя... Понимаете? Да, но там, в случае, если разметка недостаточно различима, но... Либо-либо. Либо, значит, или. В данном случае противоречит. Она различима. Они же противоречат. Они же противоречат. Либо, то есть, или. Или неразличима разметка. То есть, либо этот вариант, либо этот вариант. Вот, при этих двух обстоятельствах, вот, должно руководство дорожного генка. Под нее в комплекте идет это? Нет. Крепление? Нет, крепление. Отдельное поколение? Да, крепление. А так, снимаем 4К? 4К. У нас сколько? Она водонепроницаемая? Она водонепроницаемая, если в бокс. Специальный бокс, тогда она водонепроницаемая. Да, да, да. У меня, кстати, есть видеорегистратор. Надо посмотреть, вернуться ли я на... Ну, вы здесь я потом посмотрите. Для себя. Ни за чем. Сюда поставим. Сюда поставим. Сюда поставим. Сюда поставим. Сюда поставим. Сюда поставим. Сегодняшнее число. 15.06.19. Опись и расшифровка. Фамилия не права, имею в виду. Ага. Так, давайте начнем. Сейчас. Рокации уже написали. Уложим. Это схема совершения административно-право нарушения. Вот. Ознакомьтесь. Что непонятно, спросите, я вам раз поясню. Ну, давайте начнем, получается, со знака. Вот этот знак. 3.26, да? 3.20. 3.20. 3.20. 3.20. Да? То есть, получается, я нарушил именно действие этого знака. Да. Прямо под этим знаком, если я выехал. Причем под этим. Это же схема. Я же не могу вам нарисовать всю автодорогу. Я вам называл кратко. Совершение вашего маневра. Знак стоит, конечно, он стоит не тут, где я нарисовал, что он стоит. Я же его не обозначал, его километражом. Угу. Вот. Для этого есть дислокация автодороги. Вот. Если будет необходимость, мы ее приложим. Знак стоит гораздо дальше. То есть, километра полтора-два аж туда. В ту сторону. В сторону города Тимашевска. Полтора-два? Да, да. Я не могу, ну, то есть, зачем мне вам лукаить. Я говорю примерно. Полтора километра назад стоит километр. Вы совершили обгон гораздо сюда, ближе к нам, до знака. То есть, тогда, когда предполагалось, что действие этого знака уже не действует. Ну, разметка. Вы так думали, что да. Потому что разметка уже показывает другое, да. И знак, получается, тот, который… Противоречит разметке, как мы с вами говорили. Знак противоречит разметке. Я же тогда показывал. Да. Так, получается. А знак, который уже полностью отменяет действие… Вот он стоит вот тут. Ну, он стоит, получается, там, где началась уже… Это двойная сплошная, да? Это сплошная линия? Да, там нет двойной сплошной. Что, там прерывистая? Где? Ну, там, где стоит знак отмены, да. Там прерывистая? Здесь. За знаком? Нет, за знаком еще сплошная. Вот она аж вот оттуда, до перекрестка ее. Видите, вон оранжевая? Да. Вот она аж вот оттуда ее. Ее продвели. Она нарисована, потому что здесь находится перекресток. Всегда на автодорогах, когда налиются, когда перекресток. То есть, ну, это примыкающая дорога. Трачка, видите? Вот. Вот. Вон знак сзади нас. Уступи дорогу. Там, с той стороны, и с той стороны, стоят два вот таких знака треугольных. Они называют это предупреждающие знаки. Примыкающая дорога. Обозначающая перекресток. Обозначается, что эта дорога в приоритете, чем вот это примыкающая. Чтобы водителя не забывать. Ну, положено так, по ГОСТу. Вот. Естественно, перед каждым перекрестком, так как это приоритетная дорога, рисуют. Тут технологический разрыв идет для осуществления маневров, для поворота сюда. Ну, там, в поле, там, в фермераже. Вот. И определенная длина спасной линии разметки. Тут белая нанесена. Эта зона, так как она относится к ремонтам дорог, нанесли здесь оранжевые. Она к месту... Ну, ремонт дороги сейчас уже завершен. Просто не введен в эксплуатацию, якобы, да? И поэтому... Я не знаю, да. Знаки не... Почему же? Вам как надо? Чтобы ездила техника... Ну, там просто есть участок дороги. Там новый прям такой, хороший, гладкий. Там грейдер стоит. Я не знаю, поэтому... Не видел грейдера. Ну, там стоит лесопосадка, есть технологический съезд. Там стоит техника. Просто, ну, да. Просто я же не знаю в вашем понятии... Нет, когда едешь... Ведутся ремонтной дороги, значит... Когда едешь и там постоянно... Суббота, суббота. Завтра воскресенье, выходные дни. У вас же есть выходные? У вас же есть выходные? Нет, просто само полотно. Я не об этом говорю. Я говорю о том, что само полотно уже готовое... Нет, вы начали просто, что... Нету техники же. Ну, выходные дни, иначе люди не работают сейчас. Угу. Какое же может быть. Должны быть выходные дни. У них же могут каждый день работать. Есть праздничные, есть выходные дни. Тут какой-то скользкий момент, вот... Никакого скользкого момента нет. Все прописано в правилах должного движения. Я вам все показал. Все это есть. Стоит знак. Вы его не заметили по всей видимости. Вот. А его требования надо выполнять. Вы его не выполняете. Вот все, что вам меняет. Не более того, чего я вам сказал. То, что у вас там не стыкуется, противоречит. Вот эта книжка. Вот. Она установлена по установлению правительства Российской Федерации. Ну, это понятно. Правило. Правило с изменениями. 1100 года. Все подписано. Я вам дал почитать. Вот. Знаки. Давайте, чтобы вы не сомневались. Какие знаки. Давайте посмотрим на знаки. Пожалуйста. Ну да, да. И у меня еще как бы... По видеорегистратору у меня там есть видео. Мы как бы еще его... Все детали можно посмотреть. Вот. Знак 32. Так. Смотрим. Знак 320. Он вот такой. Только там он на желтом фоне. Вот. 320 у нас обгон запрещен. Угу. Запрещается обгонский транспорт, кроме техноходных и транспортных и кружевых повозов. Вот. 331. Вот. Здесь он недалеко нахуй. Вот. Полочками нарисовал. 331. Конец зоны всех ограничений. Это же все знаки, которые были там. Ремонтные работы. Скоростной режим. Там 50 или 70 км в час стоит. Скоростной режим. Обгон запрещен. Вот. Оно отменяет все эти знаки. Угу. Что еще по схеме непонятно. Транспортное средство цифра К1 обозначено. 2. Это направление вашего движения. Улица. Извиняюсь. Не улица. Станица. Станица Полтавска. Это автодорога называется. Тимошет Полтавска. Поэтому вы движетесь со стороны города Тимошет. Полтавска. Ночек нарисуем автодорогу. Выноску я сделал. Что еще по схеме непонятно. Время указано. Автодорога указана. Км. Где со стороны указано. Число сегодняшних пока стоит. Угу. Угу. Что еще по схеме непонятно. Ну, просто и да. Не могу вспомнить, как это было. Только по видео если посмотреть. То могу. Видео посмотрите. Пока вы протокол писали. Определить. Посмотрите видео. Да. Потому что. Сами понимаете. Когда едешь. Уверен да. Что ты. Я вас никуда не тороплю. Ничего да. Не нарушаешь. Не вы родились. В городе Туле. Я ж вас никуда не тороплю. Я ж вам видите. Спокойно монотонно. Все разъясняю. Да да. Вы молодец. У вас не было сомнений никаких. Не вот это. Ну если вы. Если вас редко останавливает. Ну если вы. Может вы. Не знаете каких то моментов. Почему бы вам не рассказать. Зато вы на будущее будете уже. Знать эти все. Нюансы. Тонкости. Ну тут. Не нюанс тонкости. Тут очень такой. Скользкий момент. Именно вот с этими. С этой разметкой. Работы уже. Приостановлены. Или завершились. И. Знаки. Противоречат друг другу. Ну что. Со схемой согласен. Не согласен. Фамилия не целая. Ваш саду. Ну со схемой. Не могу быть согласен. Только потому что. Подождите. Там стоит заранее. Предупреждающий знак. О том что будет. Там несколько знаков. Нет. Там стоит не сразу. То что идет обгон запрещен. Там стоит сначала. Предупреждающий знак. О том что идет ремонт на работе. Да. Скоростной режим. То есть вы должны. Увиде ремонт на дороге. И. Да. Снижение скорости. Там стоит. На определенном состоянии. Знак уже потом обгон запрещен. Чтобы вы могли на него отреагировать. Там даже два. Где то знака. А вопрос можно? Да. Вы зачем это делаете? Мало внутри камер? Нет. Я уже объяснил. Иваныч. У нас давно. У нас уже беседа идет. У нас да. Человек просто. Насмотрелся интернета. Разные там казусные ситуации бывают. Конфликтно. Он во избежание этого. Какой вот. Там знак висит. Скорость 70. Соблюдайте. Не-не-нет. Я ехал 60. То есть тут у меня никаких превышений не было ничего. Как вы его не заметите? Если вас предупредили то, что идут временные знаки. Вы вправо. Вы все равно. Вы сразу. У вас должно быть. Акционизировать внимание. Вопрос не в этом. Да. Дело в том, что просто на YouTube полно роликов. В том, что людям как бы вменяют то, что они не делали. Ну, да. Зачем мне вменять? Ну, да. Зачем мне вменять? Я... Если разговор шел, что... Вас как зовут? Сергей Владимирович. Да, да. Что от вас идет запах перегара. А вы знаете, что я вообще не пьющий человек. И от меня просто... Ну, никогда его не может идти. Тут не может быть. Вот это называется развод. И вам говорят, Сергей Владимирович, а вы там это... ЖД переезд на красный проехали. А вы говорите, где ЖД переезд? Я их вообще не проезжал. По всему пути следования. Да, да. А вот это я понимаю. Просто получается, видите, какая ситуация, что... Кроме меня, так же проехал еще порядка десяти... Давайте у нас каждый сам за себя. Да, десяти машин. И почти все ушли. А что не нарушили? Вот. Я думаю, что то же самое. Вы думаете? Это ваше мнение? Да, это мое мнение. Вот тут это. Поэтому тут это вот так вот работает. Вот. Ну, никто из них... У нас каждый сам за себя. Да, я согласен. Но никто из них не вышел сюда, не сел к машине. Только я. Машине нарушили. Возможно. Возможно. А насчет видео, это только для того, чтобы потом на моем канале выложить, что, может быть, действительно меня остановили. Да, Сергей Перетягин. Кстати, подписывайтесь. Там будет сейчас много видео. Много видео. Много видео как раз нашего путешествия. Там есть и по теплому полу. Ну, то есть, что-то по строительству. Так что, если... Типа, как куда? Тревел-блогер. И тревел-блогер. И все, да. Так что, если кто-то будет говорить, что останавливают просто так или что-то вменяют, ну, я сделаю видеоролик о том, как бывает в регистрации. Может быть, действительно ты там... По крайней мере, вы же понимаете, вас же никто... Вот как вы говорите, правда. Я тоже видел, что, о, там, пугают людей, там, говорят, такое лишение. В принципе, проверишь по базам, все же хорошо. Я вам сказал, что штраф переживать не за что. Не, ну, это... Смотрите, это профилактика. Про беседу, мы с вами поговорили. Да, да. Показал я вам. Это ж тоже, как бы... Ну... Типа, вы говорите, вас давно не остановили. Три года, да? Да, да, да. И получается, что... Это уже больно какая. Это уже польза. Я уже материал собрал, как бы. Беседа с представителем области. Именно вот на конкретном участке. Ну, если бы я просто к Становевскому подошел, они вряд ли со мной стали даже разговаривать. Правильно? Всегда. Да. А как вы не могли мне отреагировать? А если вы хотите ко мне... Если вы ко мне обращаетесь, как я могу вам не отреагировать? Бррррр. Хотя, 5 ФЗ, полиция, там что-то прописано. Ну, да, да. На причине граждан мы должны... Да, да. У вас тут это... Конфликта ничего? Драться не собираетесь? Конфликта у нас нет, нет. Нормально? Конфликта нет. Просто... Нормально у вас? Говорю, вот такая, да. Скользкая ситуация у нас. Когда скользко, нужно одевать шипы. Угу. Да, согласен. Вот. Единственное то, что из 15 машин, пока мы здесь сидим, только один я, ну, соизволил пройти в машину, это, конечно, тоже интересно. А нельзя останавливать машины просто, да, для проверки? Нет, нет. Почему вы? Это, по-моему, ваше законное правило. Ну, пункт 84.13, приказов 664 от 23.08.2017. Это все верно. И тут камера все едет. Да. Вон, сказать, нечем, мы работаем классно. Да. Все, что останавливается, все вон, все, все. Поэтому машинок поставили, чтобы был широкий обзор. То есть, видите, что она захватывает. И сюда захватывает. И сюда захватывает. И сюда захватывает. И сюда захватывает. Если мы узко поставили машину, часть машин бы... Не-не-не, не в этом дело. А машина все бывает там друг до другом. Давно, да, занимаетесь? Ну, уже больше года. Первый раз, когда мы съездили в том году в Крым через мост. Из трех раз. Первый раз мы в Сочи, да, ехали. Потом вот в Крым в том году сейчас. Дмитрий Иванович! Первый раз, когда меня вообще остановили. Дмитрий Иванович! Поэтому... Это было бы очень полезное и интересное видео для того, чтобы... Давай. Давай. А что интересного? Права и обязанности. Что полезного? Полезного? Ну да. Ну, я говорю, много видеороликов уже есть о том, что сотрудники ГИБДД якобы меняют то, чего как бы не совершал, да. Или пытаются подловить на том моменте, где вот как сейчас вот у нас разметка конфликтует вместе с дорожными знаками. Правила читали, там если есть временный знак, он имеет приоритет. Да, 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 да. Да, есть это дело. А в чем скользкая ситуация? В том, что... Если вы внимательно едете, вы видите дорожные знаки, правильно? Да. Вы должны руководствоваться требованием. То есть вы видите знак, допустим, вот у вас идет там обгон запрещен 320, потом ограничение 70, потом 50. Вы видите, да, зона ограничения, знак выставлен, там перекрестки завешены, они действуют до перекресток. То есть он не действует. То есть вы, значит, что двигаетесь до какого момента, когда будет знак конец всех ограничений. Вы доезжаете до знака конец всех ограничений и осуществляете что? Набор скорости и... Это называется не скользкими, Вадимовичи. Просто называется, что вы... Невнимательные. Невнимательные, да, и ПДД просто... Ну, какие-то моменты ПДД просто не знаете. Ну, их невозможно все знать. Это как бы нормальное явление. Нет, нет, ну... Такое-то... Просто мне уже слово интересно. Скользкие моменты. Скользкие моменты, это когда... Смотрите, вы на переходе пропускаете пешеходов? Конечно. Безусловно. Ну, а почему это можно назвать скользкий момент? А что является... Ну, есть понятие... Когда ты не ожидаешь, что пешеход пойдет? Есть понятие и предоставление преимущества пешеходу. Нет, это... Пешеход, когда подошел пешеход на переходу, многие останавливаются заблаговременно, правильно? Да. Вот. Если он не вступил в этот проек, это не будет считаться. Вот тоже там... Тоже, там, тоже можно сказать скорбский момент? Да, скорбский момент. Да. Что? Пешеходу вы не должны создать помеху, чтобы он остановился или изменил направление движения. Это прописано... Да, прописано. Вы что-то выполняете? Да. Вот, пешеходам, когда вы переходите дорогу, допустим, пешеходный переход переходит, да. Конечно. Или быстро перебегается. Вы же проверили, Феня, получается, что там какой-то был... Я не вдавался. Да, да. В шестнадцатом году только кто-то там сфотографировал, да, что-то... Камера, камера, да, камера фиксации, да, а так, сами сказали, что я, да, порядочный, да, водитель, хороший водитель, так сказать, сделали мне комплименты, ну, как вот, да, ну, не нарушаете право дорожного, часто. Нараюсь вообще не нарушать, ну, просто, да, здесь, ну, это же вы понимаете, все нарушают когда-то, человек может нарушить по невнимательности, по незнаме, ну, вот именно поэтому, как бы, это и хороший материал, ответ на мой вопрос. Позакамлетесь в протокол, ничего пока подписывать не надо, никуда вас не тороплю. Честно говоря, вот этот момент я не до конца понял, он мне дал ручку, я писал ей полностью свое объяснение, но когда нужно было подписывать, он мне тут же попытался дать другую такую же ручку. Может, я насмотрелся много фильмов, или у меня уже какая-то паранойя, там, в этой машине приключилась, но я недопонял, почему так произошло, но решил настоять на том, что я буду подписывать этот протокол той же самой ручкой, которым я писал объяснение. Если у вас какие-то другие доводы, пожалуйста, напишите об этом в комментарии, мне будет интересно почитать. Сразу ручку возьмите, вот, разница какая-то? Ну, я просто уберу, чтобы они не потерялись, ручки потеряются сейчас. Вот, с самого начала... Смучайно, чернила там не будут меняться? Ну, нет, нет, просто как, не знаю, просто пишет и та, и другая. Так, вот, поэтому смотрите, с самого начала читайте, что вам непонятно, спрашивайте. Расшифровываю, старший инспектор ДПС, отдельного взвода ДПС, ГИБДД, отдела МВД России по Тимошевскому району, старший лейтенант полиции, сведения о свидетелях потерпевшей, это записан мой напарник, вот, это... Вот, он расписался за свои права и обязанности, далее, значит, смотрите, 28.2, вот, просто идут какие-то цифры, чтобы вы понимали, о чем это, в соответствии с статьей 28.2 административство составил настоящий протокол о том, что... Вот, смотрите, есть у нас, я вам зачитаю, потому что вы с нарушениями не согласны, вот, поэтому надо... Ну да, потому что, если есть у меня видеофиксация, то на ней мы как раз можем будем посмотреть, как это... Это ваше право. Так, 28.2. Это статья, которая создана в отношении вас протокол, это статья 2, и тут указывается, как создается протокол, что указывается дата, место, тут все расписано в отношении фамилии, инициалы лица, ставишься в протокол, предоставление протокола, так, законно-зависимых лиц в отношении которых вы приняли в мистеративном протоколе, а также иных участников, это права и обязанности, то есть, мы до этого сейчас-то подойдем, то есть права и обязанности, 51-я Конституция, здесь полностью статья посвящена данному протоколу, как он правильно заполняется, какие-то графики, с этим... Понятно вам? Сейчас все понятно, конечно. Далее, смотрите. Поехали. 51-я Конституция, просто я вам говорю за то, что вы обязаны... Вы вправе знакомиться с всеми материалами дела, я не буду цитировать, как бы, с кодекса, как бы, ну, зачитывать, потому что... Ну, наверное, вы все знаете. Я это уже знаю, да. Вы просто для себя говорите, ну, когда вам будет выдана копия, здесь это все отражено, еще дополнительно. Вы вправе знакомиться с всеми материалами дела, заявлять ходатайство, пользоваться юридической помощью защитника, а также иные профессиональные документы, в соответствии с настоящим форексом. Это ее первая часть. Во втором бумаге подписано, что материалы не будут исполны. Без вашего участия, так и без вашего участия. Без вашего участия, может быть, вот рассмотрим по ходатайству вас, если оно поступило, вот, о том, что вы не можете явиться, к примеру, то есть для того, чтобы вы все равно в основном порядке будете уведомлены, вам прозвонят, у вас есть указан телефон, что вам надо явиться и рассмотрят данный административный протокол. Так как вас нарушение не согласны, это пока, я все не знаю, может, у вас какая-то позиция потом изменится. Если вы придете, материал придет ГАИ, вы скажете, что этот отношение не согласен, у вас там зададут вопрос, вы там доведете какие-то пропределные свои доводы. Материал направится в суд, материал будет в суде осматриваться. Если, допустим, у вас точка зрения ваша изменится, к моменту, когда протокол придет, вы придете и скажете в ГАИ, я сначала просто не разобрался в ситуации, потом я поехал, просмотрел знаки, посмотрел дорожную обстановку, какая была, мне инспектор объяснил, но я с первого раза сразу не понял. Через время, допустим, осознали вы свою вину, через время. Но там предусмотрено, так как вы не злостно нарушите, или у вас какие-то, точнее, календарного года не было, вам вынесут штраф 5 тысяч рублей. Вы в течение 20 дней сможете оплатить половину, 2 500. Но это в том случае, если, конечно, вы будете согласны в органах ГИБДД, по ходатайству, к которому вы заявите. Дальше. То есть, если я буду согласен сейчас, я уже сейчас могу платить штраф, получается? Ну, не сейчас. Протокол просто придет, вы придете, вы внесете постановление на данный протокол, забьется протокол, забьется постановление, и от постановления вам будут квитанции. Вы по квитанции, по штрих-коду, по УИНу. Потому что вы сейчас же все люди современные, вы просто платите и все. Но это уже вам решать, это ваша гражданская позиция. Я вас ни в чем не могу переубедить. Мне не положено. Разъяснил. Разъяснили. Роспись ваша. Смотрите, к протоколу прилагается. Я пишу, ваше ходатайство. Верно? Которое вы заявили. Вы его продублируете еще в протоколе. Рапорт от сотрудника. Ну, мне надо будет подвести итоги. Я пока еще не знаю, какие. Вы будете объяснение списать протоколе. Вот, рапорт. И схема совершения административно-правонарушения. Войны сведения я тоже самое дублевую. Потерпевшим мы пропускаем. У нас никто не пострадал. Тогда мы прочер поставим, правильно? Ну, да, можете прочер поставить. Вот, далее, смотрите, предлагается, закрыли момент. Место, время рассмотрения дела административно-правонарушения. То есть, если бы вы были, допустим, в Тимошевске жили, я указал адрес ОГИБДД, то есть наше подразделение указал. Вы пришли бы к нам в административную комиссию в определенный день, это у нас плохой комиссия посредная, 19-й день, мы бы рассмотрели этот протокол, как я говорил в ГАИ. Так как материал, ну, потому что в кодексе у нас прописано, что материал вообще рассматривается по месту его совершения. То есть, если вы нарушили, и вы не против, он может рассмотреться по месту у нас в Тимошевском районе. О том, что я протокол сдаю к нам подразделение, уведомляю вас, он будет у нас, и по вашему ходатайству его будут рассматривать уже, если уходят до ходатайства удовлетворять, его отправят по месту жительства. Об этом то, что я вам разъяснил, вот тут роспись. Так как у нас сейчас, это же не вынесенное решение, это сейчас ведется возбуждение на производство по делам административного правонарушения. Вот, отсюда три строчки. Если вам недостаточно, я вам дам бланк отдельный, там, где можно будет написать опять шапку вашу и изложить полностью мысли. Если вы кратко сможете изложить, почему вы совершили данное нарушение, или вы считаете, у вас другая позиция, вы излагаете. Я кратко... Это ваше, это ваше... Трех строчек мне хватит в плане. Вот, а как бы от объяснения будет многое зависеть при рассмотрении административного протокола. Я вам уже об этом рассказывал ранее. То есть вы же че грамотно вы здесь два попали. Все, пожалуйста, ваше право. Не, не можете вообще прописать, можете отказаться. Не, не, ну как бы. Сейчас я только здесь. Дальше читать, то есть отношение к тому, то есть после удержания протокола. У вас какие-то замечания есть? Нет, нет, очень грамотно написано. Да, слова нет рядом. Протоколы вы с ним ознакомлены. Здесь ваша роспись, подождите. И последняя роспись, копия протокола получила. Расписывайтесь, я вам выдаю копию. Давайте так и сделаем. Спасибо. Все-таки советую посмотреть на канал. Я потом, когда приеду, может, где-то через месяц выйти в видео, передягиваться день. Владимир Владимирович, потому что раз бы уже интересно посмотреть. Жизнь столько сейчас сложная. Я понимаю, у нас нет времени. Я понимаю. У нас дети есть? Да, да. Максим, я встал, он сын сидит. А, тоже, да? Да. Поэтому, получается, что... Будет время, может. Я же не знаю, когда вы... У меня же нет... Я же не подписан на вас, на уведомления выпишу. Да, нет. Может, вы пишите, посмотрю. Да, тем более, померяемые вы знаете. Я же, кстати, тем более, аж не... Как путешествие идет, да, и как вы могут остановить. Где, действительно, ты можешь, возможно, нарушить, да. На каком участке пути. Так оно сейчас поменяется. Сейчас там время на дорогу идти поменяется. Может быть, да, может быть. Работ неактуально. Но те, кто поедут, получается. Я приложу просто видео, которое... Просто там машина ушла на обочину, и я прошел рядышком с ней. Там была... Там была... Там была Нива белая передо мной. Дедушка ехал. Он ехал, я ехал за ним давно, и поэтому получается... Он, как только вышел, он сразу ушел на обочину, и я его просто... А другие машины вы не понимаете? Нет. Ну, только одного его. А дальше, получается, только сплошные, это сплошные знаки. Это ваше право. Да. Все, счастливо. Здорово, вам дура. Спасибо большое. Вы двигаться будете на камеру. Нет, нет, нет. В любом случае. Давайте, я остановлюсь. Давайте. Не каждый день такое. На камеру же это включается. Нет, нет. Безопасность превыше всего. Нет, это нужно, чтобы на камеру отбегаться. За процессом решения. А она выключена была. То есть, только мой навигатор. Так, а вы уж не комментируете, что ли? Нет, я сейчас только комментирую. Да. В смысле, комментирую сейчас? В данный момент? В процессе движения нет. Нет. Нет, нет, я не записываю в этом. Нет. Безопасность превыше всего. Тем более, рядом со мной семья. Вы сами понимаете. Да. Если вы не хотите, чтобы вы подозрели. Нет, ну я, да, разрядную съемку стою встать. Да. Чтобы вы оставили ее. Подошли. Я просто никуда не уезжаю. А, оставили? Да, да. Ну да. Все, первый раз нас остановили за три года. Если нет разметки, но есть знак обгон запрещен, штраф 500 рублей. Но знак без разметки ловит редко. Но за знак без разметки ловит редко. Да. Потому что... Не, разметка есть. Разметка есть. Она временная, потому что якобы ремонт дороги... Мы проехали и увидели, что ремонт дороги полностью закончен. Вот. Но... Но они стоят специально и ловят. Они стоят специально и ловят. Объяснение, что я шел на опережение. Даже не делал обгон. Потому что машина, которая ушла на обочину, чтобы нас пропустить, она позволила нам проехать. Да уж хотела выходить. Думать, что там происходит. Но спрашивали, да. Как бы это... Ну, у вас нет конфликта, вы там драться не собираетесь. Говорит, нет, никаких таких нас нет. Все очень грамотно и квалифицировано. Но просто ему самому не понравилось выполнять свою работу. Потому что он сказал мне, что я потратил с вами столько времени и вас задержал. И ходатайство, и вот эти судебные тяжбы возможны. То есть, если я не согласен, то... И буду настаивать на этом. То будет суд. Там я могу обращаться за помощью к юристам. Все там мне объяснил. Молодец. Молодец. Все остальные были крайне недовольны и хотели бы меня уже отпустить. Просто этот пошел, ну, теперь тоже на принципы. И как сейчас он попросил меня выключить камеру, подошел и поговорил со мной так, просто прям на ушко. Сказал, вышли бы и сказали бы, что да, я, наверное, не увидел этот дурацкий знак. Я бы вас отпустил. Ну, конечно, не отпустил. Один из них задал мне вопрос, а для чего вы делаете это? И задал вопрос не потому, что я снимаю на видео, а почему я сижу здесь в машине. Говорю, потому что я вот не фанат у такого. А у них на бортовом табло идет запись. Ну, да, там есть камера, она снимает. Я не знаю, снимает ли она сразу, скорее всего, может, нет, может, да, не в этом дело. Дело в том, что там красная табличка за попытку дать взятку, уголовная ответственность, ну, там все такое. Дорога полностью с прерывистой линией, постоянно. Только один момент, где хорошая дорога, и там стоят знаки, неубранные, возможно. Потому что он говорит, а строительные работы еще не закончены. Я говорю, а как у них что-то не закончено? Может, там знаки-то уже должны были убрать, их просто не убрали. А потому что дорога не принята в эксплуатацию. За момент, когда меня остановили, сколько я там пробовал, 40 минут? Да. Остановили порядка 20 машин. Да. Он показал высший класс, как сотрудник ГИБДД должен себя вести. Ну, никто не ожидал такого. Он не ожидал, что будет полчаса писать протокол. Мы не ожидали, что мы задержимся. Ну, у нас время есть. Мы как бы в саму жару в любом случае планировали приехать. Полчаса времени и какое-то там количество денег. Невозможно точно откроет глаза для других путешественников, которые будут подписаны на меня и посмотрят это видео. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки. В случае вот с третьей уловкой, ловушкой, мой совет такое, не попадаться. Не попадаться, либо грамотно, четко рассчитывать вот этот момент, когда вы выезжаете на встречную полосу, чтобы совершить маневр обгона и точно должны знать, что у вас хватит мощности двигателя, какая ситуация, чтобы не подвергать свою жизнь и жизнь здоровью ваших пассажиров опасности. С сотрудником ДПС мы будем много говорить об этом в скользком моменте. Большинство участков, которые как раз идут на ремонтные работы, уже в принципе закончены. На части из них не убраны знаки, но знаки завешаны черными пакетами. Допустим, 3-4 знака завешаны черным пакетом, а на одном из них будет этот пакет сорван или он просто потерялся, улетел. И вы потом никогда не докажете, что этот знак сейчас не работает и на нем нет пакета. Для сотрудника ДПС этот знак, который теперь имеет какое-то ограничение и, соответственно, вы должны были его требования выполнять. Если вы знаете какие-то еще уловки или скользкие моменты, которые могут быть на пути следования, или у вас была какая-то вот ситуация, пожалуйста, пишите об этом в комментарии. Другим водителям будет очень полезно знать такую информацию. Поэтому пишите и не стесняйтесь, рассказывайте свою историю.